Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня чистое солнце, немного воды. И в этом прекрасном настроении хорошо понимать уроки духовности. Оно должно таить в себе множество измерений. Если когда-нибудь вы повстречаете Бога, расскажите Ему несколько анекдотов. Он будет гораздо счастливее с вами, чем с Иисусом, несущим свой крест, или с святыми, идущими к Нему с вытянутыми лицами. Фридрих Ницше как-то сказал, Бог умер. Но я подозреваю, что Он просто скрывается от этих святых. Вы только посмотрите на них, ведь это сущая пытка. Если уж Он мертв, то это была не просто смерть, а это должно быть было самоубийство. Быть окруженным этими святыми, в особенности христианскими святыми, папой и священниками. Я не могу представить себе Бога живого в такой дурной компании. Бог заслуживает компании получше. И я подготавливаю Ему такую компанию. Медитация – это последняя преграда, за пределами которой ничего сказать нельзя. За пределами которой начинается невыразимое. За пределами которой сама истина. Однако достичь это запредельное можно лишь посредством медитации. Медитация – это противоядие. Ум – это болезнь. И в момент, когда отпадет необходимость в уме, отпадет необходимость и в медитации. Итак, вы подошли к последней преграде. Теперь начинается настоящее испытание. Поэтому запомните, мои люди не должны привязываться к медитации. Она всего лишь медицинское лекарство. И в самом деле слово «медитация» и «медицина» произошли от одного корня. Это то, что лечит такого значения корневого слова. Медицина занимается излечиванием ваших физических заболеваний. Медитация излечивает ваши психические заболевания. Но медицинское вмешательство нужно лишь тогда, когда есть болезнь. Но если с ней покончено, то и медицина не нужна. Тогда наступает тот момент в жизни медитирующего, когда он должен отбросить медитацию. Потому что и ума уже больше нет. И нет нужды больше медитировать. Это последний рубеж. Когда и ума, и медитация оба отброшены. В уме и медитации. Это значит, что вы обрели дом. Впервые вы стали всем. Слились с целым. Впервые вы стали по-настоящему святым. И с этого момента и начинает происходить настоящее. Однако ничего сказать об этом нельзя. Ничего написать об этом нельзя. Это мир невыразимого. Медитация – это всего лишь указатель дороги. Жизненная веха, указывающая стрелка. Показывающая вперед, вперед. Но затем эта веха показывает на нулевую отметку. Километры больше не проставлены. Стрелки исчезли. Подошла нулевая отметка. Эта нулевая отметка – итог поиска всей саньясы. Достичь ее – значит, достичь всего. Ибо ноль равнозначен всему, целому. Медитация – это выход за пределы. Выход за пределы трех вещей. Тело, ума и сердце. Тело – это действия, поступки. Ума – это мысли. Сердце – это чувство. Обычно мы считаем, что являемся комбинацией этих трех вещей. Но это не так. Мы есть четвертая. Все эти три вещи лишь окружают нас. Но центр находится за их пределами. И найти этот центр циклона составляет все искусство медитации. Итак, вначале следует приступить к пределы своего тела. Что сделать достаточно просто. Нужно лишь наблюдать за собой и помнить, что я – не тело. Тогда постепенно это напоминание превратится в непрерывный подводный поток. И напоминать уже не нужно будет. Это будет с вами всегда. То же следует сделать и с умом. То есть постоянно помнить, что я – не мои мысли. Мысли, подобно птицам, которые прилетают вечером. Ночью они остаются на дереве, а утром их уже нет. Тысячи мыслей находят укрытие в вашей голове. Но потом они исчезают. Они не принадлежат вам. Они приходят и уходят. Вы живете с ними, но они с вами не живут. Они изменяются. Вы остаетесь неизменны. Постоянное напоминание, что я – не мои мысли, постепенно проникнет в угол, реализуется. И тогда уже ничего не нужно напоминать. Тело будет заниматься своим делом, ум будет заниматься своим, но наше отождествление с ними пропадет. Мы достигнем определенной отрешенности, глупой невозмутимости и независимости. Труднее всего с третьим, потому что наши чувства, эмоции, настроения очень близки нам. Но если преуспеть с двумя предыдущими, то нетрудно добиться успеха и с третьим. Начинать нужно с тела, потом переходить к уму, затем к сердцу. И когда поднимаешься над этими тремя? Если мы поднимемся над этими тремя, то мы поймем гораздо больше, чем раньше. Счастья вам, любви и удачи. Счастья вам, любви и удачи.